Дорогие зрители, добро пожаловать ко мне на канал! С вами Кростич Везлюда. Я знаю, что у меня давно не было лицом перед камерой, но на это были свои причины. То у нас не было возможности из-за того, что школа онлайн, ну работа мы всегда онлайн, для нас, вы знаете, ничего не поменялось. Когда-то позвонили родители моего мужа по Zoom-митинг у нас был, мы тогда ещё жили в Запорожье, и спросили у нас, что изменилось с приходом пандемии, что у вас поменялось. Многие, наоборот, сблизились, потому что друг друга мало знали, так как семьи, знаете, что вечно все заняты, родители работают, дети учатся. А с изменениями в нашей жизни всё перевернулось сверх на голову. И я даже не могла ответить на этот вопрос, что у нас изменилось. У нас ничего не изменилось. Это наша обычная жизнь такая онлайн. Единственное, что добавились, уроки Даниэля. Но вы знаете, в конце концов я этому была рада и счастлива, потому что я увидела минусы своего ребёнка и приняла меры. Потому что когда он был в школе и приносил мне какие-то оценки непонятные, я верила всё ему. Детям нельзя верить, поверьте, они такие хитрые иногда бывают. И вот буквально до окончания онлайн-обучения я столько узнала про своего ребёнка. И, естественно, мне было тяжело записывать видео, когда в одной комнате муж на переговорах, в другой комнате Даниэль, в третьей комнате я, у меня и компьютер, я и работаю, я и вышиваю, и что только я не делаю. Я на самом деле занята несколькими, у меня несколько работ, также ответственность большая. И бывает времени много, поверьте, несмотря на то, что я просто так себе устроила и распланировала это ещё, когда мне было лет 20, чтобы у меня по истечении какого-то времени были свободные часы для себя. Я так всё просто организовала очень умно, я этому рада. Но, с другой стороны, у меня нет возможности записывать видео, потому что, да, я вышиваю, я действительно много вышиваю. Не так много, как несколько лет назад, но, тем не менее, больше, чем, наверное, среднеэстетическая вышивальщица. Но я при этом при всём не могу записывать видео по этим же причинам, потому что либо настроения нет, а я не могу, вот знаете, у меня есть окно, когда, допустим, полчаса кто-то не разговаривает, я могу закрыться в своей комнате, освещение не то, ещё что-то не то. А для меня очень важно, если я записываю лицо, если я записываю видео лицом, чтобы картинка какая-то была в кадре, меня постоянно что-то не устраивало, я себе сказала так, я тогда, наверное, вообще никогда не буду записывать видео, поэтому я сегодня очень-очень много нервничала, психовала, но, тем не менее, я собралась, и мне вот иногда просто хочется, хочется с вами поговорить, поэтому вот так. Но если бы у меня хотя бы больше было времени, когда я нахожусь одна дома, у меня бы видео намного больше было и чаще выходили. Так, давайте я вам сейчас покажу работу, которая у меня готова, а куда же я её определила. И мы начнём уже с вами болтать. А я на ней сижу, вы представляете? Всё! Я её даже примяла! Я так готовилась, понимаете? Но параллельно у меня ещё какие-то другие дела. В общем, это моя Лана Арте, это девочка, которая мне показала, что она будет такая маленькая, знаете, я её вышлю дней за пять. Я её начала летом или весной, не помню, я с собачкой гуляла, и, по-моему, тогда тоже с Данилем я была на улице, он был на качелях. В общем, мама, мама, проведи со мной время, как называется, и я не могу просто вот сидеть и смотреть, как мой Даниль на качелях. Один. С ним надо разговаривать, с ним надо ещё что-то, а потом, ну, в общем, начала я эту работу. Взяла, приготовила всё, и, так, изнаночку вам покажу тоже. Многие спрашивают про изнанку. Вот такая вот изнанка. Так как у Ланарты схема, вы знаете, километровая, я поняла, что на улице такое вышивать невозможно, потому что я на станок не могу определить, и так как станок у меня не вот этот вот большой, а станок у меня маленький, дорожный, неудобно. Вот реально вот такая вот схема на такую маленькую работу. И каждый раз, когда я её вышивала, я обрезала какую-то часть схемы. Я вам сейчас покажу превью, я же ничего не вырасывала, чтобы вам показать. Вот, Сара Мун, сидящая девочка в розовом платье. Наверное, нужно было бы это ещё. Сейчас я достану. Так, хорошо вам видно или нет? Наверное, может, себя закрыть? Да, вот так вот. Очень красивая работа. Вы знаете, я безумно люблю вышивать женские образы. То есть, это, наверное, если какая-то интересная девочка, девушка, я не знаю, почему меня это больше всего привлекает. И привлекала много-много лет назад. И лан-арты тоже обожаю. Это романтическая серия, которая, с которой я, в принципе, начинала вышивать. И я очень много вышивала на равномерке в первые пять лет своей вышивальной такой увлечённости, не хочу говорить, карьеры, потому что это далеко не карьера. Вот. И мне хотелось что-то другое вышивать, чем мировые, дименшинси, и так далее. И что-то маленькое, потому что у меня очень-очень много крупных, масштабных работ. и иногда просто устаёшь от них. Не столько я устаю от них, сколько видео мои становятся, наверное, скучными. И многие маленькие работы я узнала, что не то, что узнала, уже с опытом, когда я вижу на стенах, допустим, какие-то огромные работы, их нужно чем-то разнообразить. И вот такие маленькие, небольшие вышивки, они имеют место быть. но я всё равно остаюсь поклонницей больших, крупных, масштабных, серьёзных работ. Меня они вдохновляют. Я понимаю, какое количество времени вышивальщица им уделила. И для меня это вау. Когда я вижу маленькую работу, мне она нравится, это мило, но вот нет такого впечатления. Поэтому я как-то пропускаю мимо вот эти все маленькие работы, но теперь я по-другому к этому отношусь. Я знаю сто процентов, что все мои работы, которые уже вышиты, не будут висеть на стенах, все мои вышивки, которые я приобрела, не будут вышиты. И с этим ничего не поделаешь. это мое настроение, мои какие-то прихоти, мои увлеченности, не знаю, как хотите, так называете, мое хобби, шапоголизм. Да, когда-то я больше покупаю, когда-то меньше, но в последнее время очень опять много начала покупать. Я не знаю, в этом видео или в следующем вставлю кусочек и вы увидите мои покупки, которые я записала ранее. по этой работе ланарты. Я, вы знаете, так давно, наверное, не вышивала этого производителя, что меня особо она впечатлила, несмотря на то, что размер тут небольшой. Давайте поближе вам покажу. Было тяжело так настраивать камеру. Было тяжело вышивать практически все, кроме темно-коричневых оттенков. что мне, наверное, следует это видео записать отдельно, показать вам девочку. Может быть, кусочек прикреплю, потому что у меня сейчас так видео настроено, что не ловит все. Очень все сливалось, плюс основа такая более жесткая, как сетка. И было легко вышивать, же время тяжело, потому что все сливалось с основой. Но настолько она эффектна, настолько стильно получилась, я вижу ее оформленной, и мне бы хотелось иметь ее у себя на стене, но я не знаю, когда это будет. Сейчас я однозначно поставила точку с оформлением. У меня недавно был такой комментарий, но я хотела на него ответить ранее. Смысл вышивать работы, это спортивный интерес, почему мы вышиваем такое количество вышивок и не оформляем. Одно дело, когда вы вышиваете под интерьер, когда вы занимаетесь этим хобби 5 лет, 3 года, 1 год, и вы все вышиваете себе на стены. Другое дело, когда вы вышивальщица с 20-летним стажем, 30-летним стажем, вы представляете, сколько работ вы уже за это время вышили. Да, конечно, у всех есть перерывы, у всех есть какие-то паузы, не у всех есть возможность вышивать 8-12 часов в день. Я знаю, что есть такие вышивальщицы, которые сели и вышивают. У меня 20 минут я вышиваю, 30 минут я хожу где-то туда-сюда, либо у меня еще какая-то работа. У меня нет такого графика, когда я могу сесть и вышивать. Даже когда, я вам хочу сказать больше, когда у меня есть время сесть и вышивать, я буду его тратить на все что угодно, кроме вышивки. Когда я знаю, что мне в 12-30 нужно идти туда-то, сюда-то, у меня вышивка летит и не хочу останавливаться. Наверное, так у многих. Но есть такие вышивальщицы, которые знают, что у них 8 часов в день должно уйти на вышивку. И если они получат от этого удовольствие, если им нравится это, и у них это получается, я только за. Но у меня по-другому, у меня все какими-то наплывами, какими-то волнами, какими-то... Я человек настроения, очень переменчивая, вот, и сегодня мне хочется одно, завтра мне хочется другое, поэтому у меня так. Ну вернемся опять-таки клон-арты. Был бэкстич в этой работе, он разный, он интересный, мне очень понравилась эта работа, именно процесс, несмотря на то, что все сливалось, я не знала вышивать мне надпись Сара Мун или нет, но я все-таки решила вышить, потому что у меня еще одна работа в процессе, Сара Мун, только там девушка более крупная, такое лицо крупное, и в волосах какие-то цветы, я уже даже не вспомню, но есть похожая вторая девушка, я обе собираюсь вышивать, хотя вторую не купила. Вы знаете, я так рада, что еще вышила эту работу, потому что ланарты у меня, первую причину назвала, что редко вышиваю ланарты сейчас, вторая причина, мне хотелось разнообразия какого-то, и я хочу собрать коллекцию таких вот романтических сюжетов, у меня уже несколько вышито, когда-то я показывала, но эти работы у меня сейчас висят в квартире, которая сдается, поэтому я редко туда захожу, но когда захожу, я всегда обращаю на них внимание, и вы знаете, мне казалось, что они у меня не уже как-то, знаете, прошла эта волна, прошло это настроение, что они мне уже как-то не особо нужны, но нет, я пришла и убедилась в очередной раз, что я безумно люблю до сих пор эту серию, она вечна, это классика, я потом видела в инстаграм у девушки красивые работы от этой компании, развешанные со вкусом, стилем, она еще украсила это все статуэтками, но я вам рассказывала про это вышивальше, она редко выставляет работы с вышивками, и она меня вдохновила на такую вот, знаете, вторую волну вышивать эти сюжеты, потому что у меня как-то начата эта серия, просто многие еще в пару не вышиты, и вы знаете, у меня оформлено, наверное, более 70 работ, то есть какая-то часть у мамы, там мои ранние шедевры, какая-то часть у сестры на квартирах, которые я сдаю, и плюс еще у меня, я вам показывала тоже в одних и предыдущих видео, есть у меня работы, которые просто завернутые, есть сезонные работы, вот как мишки, сейчас вам покажу поближе, потому что камера рассеивает, я недавно оформляла эту работу, но вот такие вот работы, они сезонные, то есть будет для них время, они будут у меня висеть, вот так, вот мишки, естественно, эту работу наверное я не буду размещать у себя где-то круглый год, но кто его знает, поэтому что-то у меня будет храниться отдельно, по сезону я буду выставлять, по настроению я буду выставлять, а что-то у меня будет, так, секундочку, чтобы я тут не нарушила тут ничего, завалится, потом придется камеру ставить на паузу, а что-то у меня будет по настроению, поэтому уже имея 70 работ оформленных и да я просто не знаю куда их потом вешать вот одним словом что-то я буду переоформлять допустим какие-то ранние свои вышивки я оформила и уже как-то время либо просто убрать из рам свернуть в рулон и забыть на какое-то время об этих работах либо я буду переоформлять работы которые я оформила временно у меня есть мировили которые которые я хотела увидеть у себя на стене потому что я так много вышивала и особенно когда мы жили в Америке ничего там не оформляла кроме двух своих мировили не оформлял может быть может быть это не временно может это будет постоянное оформление но однозначно планирую несколько вышивок я переоформить то есть они повисят 10-15 лет может быть там натяжка уже будет слабенькая может быть еще что-то но я планирую их переоформить так начала я еще новую работу это был подарок от Леночки я была у нее в гостях вы могли видеть ее видео но она мне подарила ее еще до того как мы с ней познакомились вживую очень тепло эту встречу я вспоминаю особенно самую первую но как-то так получилось у нас был розыгрыш ВСП Голпетит и я совсем запуталась она разыгрывала два приза я от нее разыграла один и я говорю что что мне теперь делать делать дорозок она говорит ничего я тебе отправлю этот наборчик а я если честно сама участвовала в этом СП в своем же для того чтобы выиграть этот приз и тут он мне достался повезло мне повезло не то слово я если я никогда не выигрывала так чтобы мой номер попался выигрыш нет такого но у меня несколько раз было так что либо не было человека это не в моем СП это первый раз было в моем СП какой-то был другой розыгрыш и несколько раз разыгрывали какой-то приз канала этого уже нет но я до сих пор помню мне нужно эту вышку вышить но с моими переездами это очень трудно все организовать короче вот этот второй старт так наверное я возле себя буду держать ближе либо вот так со мной покажу это Windows Shopping я кстати вообще его раньше не понимала думала зачем как же по-русски перевести Windows Shopping когда вы ходите ничего не покупаете вот Windows Shopping просто ходите посмотреть вдохновиться потратить свое время перезагрузиться каждый по-разному это рассматривает у каждого это бывает мой муж был огромным фанатом Windows Shopping а я на это просто время не хотела тратить то есть для меня вообще вот ходить по магазинам раньше я как-то это любила сейчас я просто это терпеть не могу то есть если нужны мне если мне нужны зимние сапоги я иду целенаправленно покупай себе зимние сапоги и больше никуда не хочу заходить раньше же я ходила по всем сторонам смотрела мне хотелось все все магазины обойти и которые не касаются обуви и которые касаются обуви могла в итоге ничего не купить пошла еще один раз второй третий сейчас я могу либо онлайн купить для меня онлайн шопинг это сейчас на первом месте потому что иногда я просто уставшая делать нечего зашла посмотрела купила это очень опасно это очень опасно не делайте так а сейчас у меня муж идет больше по магазинам говорит что в инду шопинг а потом все равно мы выходим с какими-то покупками которые не планировались поэтому я стараюсь как можно реже вообще куда-то ходить какие-то шопинг-моллы какие-то универмаги потому что это заканчивается всегда покупками единственное что я обожаю сейчас это покупки продовольственные я люблю ходить смотреть выискивать и так далее но вернемся к вышивке это Dimensions который очень старенький по дизайну Сэнди Леброн такая фамилия интересная старый Дим раритетный и очень очень интересный дизайн я когда открыла схему чуть с ума не сошла он у меня сейчас на станочке легко снялся я покажу вам свой прогресс небольшой вот такой вот немножко так лошадка вышилась да у меня самый обычный магнитик несмотря на то что у меня огромное количество всяких разных винтиперцевых но вот эти вот магниты самые самые мои любимые рабочие такие вот маленькие пяльцы от Нургея номер 2 тоненькие это мои самые такие ходовые пяльцы для голпетитов они натяжку хорошо держат и по размерам они классные но есть еще третий номер но все никак не могу попасть на него то ли нет размера или толщина не там толстая сюда не подойдет потому что очень много забирает ткани и потом не хватает для натяжки вот если вы посмотрите на схему так наверное опять собой надо как-то вот так вот вы увидите что очень очень много бэкстича но вы знаете пока что я вышиваю и наверное все-таки джастнен повлиял на мое отношение к дименшин сколпетит если бы я взяла эту работу в начале одной из первых которые у меня были наверное бы я с ума сошла сравнивая тот же gold collection обычный большой дим это небо и земля я купила два набора сейчас вам их покажу секундочку и я вам хочу сказать схемы тут намного намного проще чем какой-то обычный среднестатистический гол петит у меня просто тут столько всего если бы вы знали хочется вам показать так наверное вторую часть видео я какой-то другой ролик прикреплю потому что уже 20 с копейками минут в общем вот такие вот лошадки я купила вместе с вот этими лошадками вы понимаете сколько я теперь буду работать но все их всегда вышиваю для мужа чтобы он работал а я вышивала в итоге я маюсь туда-сюда муж сидит на месте нет он работает но он тоже организовал свою такую деятельность что у него своя компания и на него работают люди и у него очень много иногда времени когда он ждет когда какой-то проект сделают для него чтобы он там скорректировал чтобы отправил ну в общем он уже такую финальную часть делает вот и работы много а времени у него столько же вот давайте с сандер райт райт это дизайн по работе криса каммингс в общем я открыла уже этот набор и хочу вам показать схему меня очень интересовала тут схема если образно так смотреть сейчас кстати вышивает лиля высак в instagram я давно эту вышивку хотела есть еще одни лошади совсем про них забыла но пока что они мне не пропадали ни по хорошей цене ни по вообще не видела где их продавали по вменяемому посмотрите какое количество бэкстича тут и какие участки просто вот зашивки в общем это отдыхалочка для меня эта работа была открытие в том плане что сколько тут зашивается фона и наверное будет местами скучновато вышивать тут бэкстича ну в общем как кот наплакал то же самое я не буду вам уже показывать схему с лошадками трио трио лошадей так я покупала в инстаграм у девушки у Таисии у нее еще очень много других дизайнов а также у нее много тканей Маша показывала что-то приобрела у нее оставила ссылку естественно я же зашла посмотреть я же без покупок не могу в последнее время ну я очень рада этому приобретению потому что это во-первых американская сборка во-вторых мне не нужно было платить какие-то налоги доставки бешеные сейчас покупка в Америке обходится немало хотя раньше это было по-другому 97-го года дизайн вышивается на 18-м каунте Navy AIDA американская сборка так секунду нужно было откашляться долго не разговаривала так вообще никогда вот что касается трио лошадей этот дизайн вышивается помимо всего такого простого на 14 AIDA безовой нереально красивый дизайн я сейчас слышу как любители примитивов и сэмплеров спрашивают зачем такое вышивать ну вы знаете ну люблю я Dimensions ну вот и все люблю примитивы я вообще люблю очень много вышивки то есть я безумный фанат ланарты Dimensions Mirabiri что мне еще нравится это а JustNan конечно же JustNan сейчас все больше все больше поглядываю на Hardanger и бью себя по рукам ну парочку я уже приобрела Victoria Sampler у меня есть елочка которую я купила в Канаде еще в каком 19-м году сейчас она мега популярная но что-то не вижу много я отшивав тем менее вышивают и приобрела себе веночек который опять-таки вышила Маша и после нее я знала этот венок еще до нее я видела его отшивы но вы знаете когда нет хороших фотографий качественного видео вы не обращаете внимания на тот или иной дизайн и в итоге я полезла на один сайт на второй на третий и на десятый уже сама Victoria Tea дизайнер Victoria Samplers не комплектует паки но все Victoria Samplers дизайны можно подобрать самостоятельно то есть не обязательно вышивать красным шелком или ниткой с переходом такого-то такого-то производителя можно ее нитку саму покрасить можно подобрать каких-то остатков кто вышивает мандалы там вообще можно остатками от мандал вышить ее но там вот эти вот сердечки в венке меня немного сбили с толку я решила если я по нормальной цене найду я куплю если нет то схема будет и без проблем кстати по-моему Тея продает сейчас свои схемы в PDF а паки уже собирает с вами во-первых во-вторых можно и купить на 1-2-3 некорте ее комплектующие схем в общем тем не менее мне именно этот веночек захотелось захотелось мне его я даже нашла другую его интерпретацию то есть одна китайская вышивальщица вышила его в принципе по-другому что даже наверное сама Тея не узнала свой дизайн очень круто получилось что еще ну естественно меня сейчас поглотили дизайны от hands across the sea я купила несколько наборов схем которые маленькие именно в PDF очень удобно я хочу сказать не нужно вам платить доставку налоги единственное что люди которые вышивальщицы которые любят иметь перед собой буклет те кто вышивал хотя бы однажды буклет hands across the sea они меня поймут то есть если вы не собираете 300 тысяч дизайнов вам не надо еще один очередной то это супер просто вот а у меня все таки в приоритете большие буклеты о малявке я в принципе мне не особо нравится вот это вот ее сейчас такая комплектация идет на пружине вот знаете напоминает советский календарь и в принципе если сам дизайн вот такой вот маленький 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 а если вы вышлите его еще на каком-то там 60 в каком-то аккаунте вот и у меня еще такой период сейчас я стараюсь избавляться от всего то есть вижу что-то мне не нужно пять лет я что-то не носила я выбрасываю выбрасываю отдаю естественно маленькие вещи Даниэля тоже у нас идут в топку но не топку я либо даю на благотворительность либо просто возле мусорки оставляю какие-то там залежи чего-то ну в общем вы меня понимаете то же самое я хочу немного сделать с вышивкой в том плане что мои начатые процессы я хочу продвигать это у меня в приоритете я начала маленький сюжет от Dimensions не потому что я хочу еще иметь очередной старт а потому что мне хочется мои огромные процессы разнообразить маленькими чтобы мне иметь наслаждение того что я что-то заканчиваю вот так еще у меня была одна покупка я сейчас улыбаюсь потому что я сошла с ума в последнее время сентябрь октябрь у меня ничего да в принципе половина ноября практически не покупалась потом последние две недели три недели я слетела с катушек вот захотелось мне ножницы опять же таки этому всему виной Никола Партнер я обожаю ее видео единственное что мне не нравится у нее постоянно будет камера в кадре наверное никто не хочет ей это писать потому что это как-то так бестактно она такая вся ну обожаю я Николу ну как-то написать у меня рука не поднимается и вот эта вот скрипящая камера кстати не только у нее еще у нескольких блогеров есть такое наверное никто не пишет и они не знают но опять-таки я тоже не знаю что у меня там не так пока мне не напишут потому что я свои видео не просматриваю короче показала на ножницы их миллиард раз я видела сколько не потому что что-то Никола покажет и все я бегу покупать нет абсолютно но иногда вот это попадает вот прямо в точку и вовремя как раз у меня не совершались какие-то большие покупки я так хотела попробовать ножницы от Кохана и сколько я расслышала хвалебные песни и так далее что это суперкрутые ножницы и ну вообще ну ладно попробую она показала красные но мне после этого я столько увидела в инстаграм появилось красных ножниц что она сама хотела себе какую-то вторую пару купить и не смогла потому что все же ринулись покупать эти ножницы мне захотелось розовое я не знаю я не фанат розового цвета но мне муж однажды сказал что у меня все розовое все розовое розовое какое же оно розовое действительно я посмотрела у меня все аксессуары какие-то розовые и много оттенков в одежде я как-то это наверное подсознательно выбираю хотя это не мой самый любимый цвет и я вот когда домой пришла ко мне пришли эти ножницы сразу вам показываю кухана эти ножнички розовые я их ложу в тумбочку и понимаю в этой же тумбочке кучу всего розового представляете я в шоке ну вот так вот хотя мне больше всего нравятся коричневые ножницы от кухана но почему я начала коллекцию опять с этих ножниц потому что это была такая бешеная лимитка сейчас эти ножницы можно купить только в наборе но то что есть в наличии может быть где-то вам удастся найти купить их одни вот может быть их перевыпустят не знаю но мне захотелось именно розовые потому что их тяжело найти вы представляете вот такая вот я наверное завишу от лимитированных изданий хотя я знаю это все реклама менеджмент и так далее тем не менее смотрите даже вот оттенки моей последней вышивки да вы видите насколько вот и вышивки уже тоже можно найти похожие оттенки в общем пришли они из Лондона как-то так я быстро все заказала нашла я просто решила поискать их везде везде вот где только возможно и нашла их вот в такой вот коробке вот она такая тут была еще белая такая специальная тряпочка куча ленточек я вам сейчас объясню почему я показываю вам без этого всего украшательства тоже написано Кахана очень-очень это мило я не хотела заказывать на свой адрес заказала на адрес мамы потому что мы тут то там и как-то я еще не доверяю тут почте вот а мама моя она в принципе там уже все знают у себя на райончике и если даже какая-то приходит посылка еще не пришло к ней оповещение ей уже там почтальон что он звонит и говорит что иди забирай там к тебе одна или другая посылка вот а тут пришло извещение моей мамы не было дома и потом она пошла на почту посмотрели все ножниц не было она параллельно нашла еще другие три посылки которые просто там завалялись и одна компания из Америки один магазин присылал мне регулярно вы помните я показывала вам изделия для квелтинга перестали отправлять думаю наверное они мне вначале сказали что будет год мне что-то присылать если мне что-то не нужно будет если это не в моей не в моем поле деятельности я могу это все подарить отправить еще кому-то разыграть у себя на канале и так далее тут они это все перестали делать как-то так резко думаю наверное уже не актуально им это все отправлять мне но тем не менее мне очень понравилась их продукция особенно магнит если вы помните сейчас нет со мной этой барашки по-моему нет сейчас не вижу она у меня в Запорожье осталась но это магнит такой вот большой крупный классный он такой стал популярным вы знаете когда ко мне он пришел я очень удивилась потому что во-первых он мега крепкий это барашка от Fat Quarter store магазин называется Floss и Floss and Store и я вам сейчас еще раз покажу их название вот в общем моя мама нашла три посылки ножниц нет то есть ей нужно было эту взять бумажку так как ее дома не было она пошла к соседке забрала эту бумажку пошла и забрала эти ножницы но меня что-то сбило с толку что там было указано полкилограмма какие тут полкилограмма когда они ко мне пришли в Киев новой почтой плюс мама еще там с сестрой мне другие вещи передавали посылку естественно я сейчас регистр страхую то есть там большая была сумма на всякий случай если это все потеряется вы знаете эти ножницы они не дешевые плюс доставка и так далее плюс еще их не купишь сейчас я была расстроена я уже вышла с почты у меня было вот несколько коробок я смотрю эта коробка открытая открытая и видать она где-то может быть падала такие вот щели думаю я сейчас же вернусь на отделение проверю вы знаете я раздираю эту коробку я вам сейчас рассказываю это все ускорено но это было все с медленным таким действием бегом к этому пакету я знала как он называется и коробка вообще легкая вот такая вот они настолько легенькие плюс вот эта вот упаковка она крепкая но она я не знаю наверное грамм 20 весит я же бегом бегом открываю там эта тряпка еще эту тряпку открываю белую и тут эти ножницы у меня такое облегчение я их так долго ждала но потому что лимит понимаете те какие-то ножницы которые есть в наличии которые мне больше чем это нравятся они у меня не в приоритете но тем не менее так чувствую видео будет долгим вы меня будете многие ругать но есть такие девочки которые будут смотреть я знаю однозначно и что я могу сказать вот я потестила эти ножницы я попробовала их и так и сяк во-первых я могу сказать и вы можете это услышать неоднократно ход тут идеальный но это как японский нож вы знаете есть ножи на которых очередь годами там 5-7 лет 8 лет у меня муж стоит в очередь на какой-то немецкий нож раньше работал профессионально в ресторанах в мишелиновских и там каждый повар со своим ножом вот у него была мечта какой-то нож купить он стоит в очереди не знаю может уже очередь пришла может он ее продал и заново стал иногда вот не в то время приходит очередь может пропустил но вроде бы как уже по времени он должен был купить этот нож и японские ножи также славятся просто для разных направлений допустим для рыбы для суши в общем там для мяса свои производители там там свой мир у нас в ножницах свой мир в общем моя сестра когда узнала что у меня очередная пара ножниц пришла она говорит это какие это 455 или это 830 я говорю Ира говорю ты не понимаешь эти японские а японских ножниц у меня еще нет ну в общем все она понимает да ход хороший очень тонкие концы что является немаловажным если сравнивать с ножницами дово кстати последний раз я их видела на мельфлюре дово но цена конечно уже в два раза выше чем та которая была изначально и за которую я в принципе эти покупала еще до того как эти ножницы вышли из производства потому что я так много разных вещей хороших слышала про ножницы дово и про ножницы кухана то есть я бы сказала еще тут не хватает ножниц от компании я вам либо напишу сейчас тут либо будет в описании те которые именно для для креника идут такие для металлизированных нитей немного загнутые вот я бы сказала дово и те другие ножницы у меня стоят выше этих кухана потому что ну как-то эти лучше немножко обрезают я вот настолько уже профессионал в ножницах серьезно я вам это не то что я там полюсь или еще что-то я именно говорю про ножницы которые в работе у меня многие спрашивают эти ножницы вот клемм скотт которые у них несколько есть пар которые классные в работе но вот лучше этих ножниц и еще я вам говорю что другая компания которая господи ну вылетела из головы я еще перед видео вспоминала я не вспомню не хотела время тратить на поиски в сети лучше этих ножниц у меня ничего по крайней мере на сегодняшний день не встречалось я уже молчу про сажу я уже молчу про какие-то другие ножницы но я еще не попробовала эти супер дорогие ножницы которые от французского мастера которые от 500-600 долларов стоят но вряд ли бы я их брала в работу в повседневную потому что во-первых цена конечно они безумно красивые но будет мне 55 лет и выше тогда я займусь коллекционированием тех ножниц пока что у меня в приоритете другие вещи и если мне подарят их я буду безумно рада но если мне их не подарят вот дово я думаю что на века главное их не ронять я бы еще купила себе вторую пару но не хочу переплачивать это дово 44 для тех кто еще не купил и подумывают об этом приобретении я бы вам порекомендовала приобрести эти ножницы даже сейчас с двойной наценкой они стоят по-моему 80 с копейками долларов а эти от 100 хотя я купила их по-моему за то ли 94 паунда в Англии они стоят короче не помню тем не менее я рада что у меня есть эта пара ножниц я ей так рада я просто на седьмом небе от счастья в общем это была моя такая покупка серьезная и она идет под елочку то есть я сказала мужу что ему не нужно тратиться на новогодний какой-то подарок потому что у меня очень много было подарков на день рождения и до дня рождения я сделала эту работу за тебя и приобрела несколько пар ножниц еще кучу всего поэтому лошадки ножницы и что-то там еще будет приходить это уже мои подарки на новый год поэтому я тем не менее сейчас я не пользуюсь этими ножницами кухона ради того чтобы вот лишний раз убедиться что эти ножницы лучше но в коллекцию хочу их все цвета поэтому я купила еще два цвета какие вы узнаете немного позже когда они придут если придут надеюсь что придут далее давайте я вам покажу ту посылку которая пришла ко мне от того магазина из Америки сейчас я вам покажу эта компания называется BeinMyBonnetCo это вот такой планер на 22-й год мне пришло два планера один я подарила маме хотя она у меня по-английски не понимает но тем не менее я думаю что он ей будет полезен тут очень много всего разного то есть во-первых календарь на 22-й на 23-й год то есть можно пользоваться будет два года этим планером специальные даты которые нужно помнить но я это все вы знаете записываю у себя в электронном дневнике и по месяцам тут очень удобно разные цвета май и июнь и так далее вот и по неделям по дням тут все расписано допустим апрель 25-е это понедельник ну и так далее очень красиво милый такой вот дневничок такой девочковый я была приятно удивлена мне понравился этот планер у них есть инстаграм давайте я это все оставлю также хозяйка этой компании ее зовут лори холт она довольно-таки знаменитая фластюберша у нее практически 100 тысяч подписчиков это рекорд наверное среди и русскоязычных и англоязычных не знаю почему она такая мега популярная но видео у нее действительно суперпрофессиональное она также создает разные дизайны блог есть beinmybonnetco я все это все оставлю и инстаграм be lo real также я вам оставлю сайт где вы можете приобрести эти продукции которые я сейчас дальше буду показывать но сейчас вы вряд ли это все увидите все 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 в боксе в описании если вам понравится что-то идите смотрите если вам нужно будет приобретайте но мне хочется иметь этот планер у себя мне он понравился и я рада что он у меня есть он довольно-таки тяжелый далее что было в посылке давайте я со самого это вот такая вот коробка органайзер для хранения ниток я вам хочу сказать что тут можно будет организовать и косметику и что только уходно и украшения и также наши ниточки но наверное я пока его еще не буду у себя не буду пока его использовать так в накладной вот в накладной стоит 39.98 долларов написано что это эксклюзивный продукт для компании Fat Quarter и тут имеется 9 больших отделений сейчас вам все покажу тут все в инчах вот и также есть логотип The Quarter Shop это нереально тяжелый бокс я вначале думала что мне он будет не нужен когда я увидела качество мне просто сестра показала а мама показывала еще потом сестра показывала вот этот бокс так мне сейчас мой свет отсвечивается ну ничего страшного он настолько тяжелый но вот качественные боксы они должны быть тяжелые потому что если бы он легкий был он наверное не был такой практичный и вы знаете это действительно вещь это нереально классная вещь для ниточек для ниточек для креника но если вы живете за пределами США для вас доставка обойдется в немалую сумму поэтому есть разные компании допустим если в Украину я заказываю что-то из Америки либо NP Shopping либо Mist компания Mist она еще меньше берет по-моему но туда будет выгоднее что-то взять еще чтобы посылка была объемней вот видите эти птичка полетела отделения то есть достаточно глубокие не померила я сантиметров но вот видите вот по отношению ко мне так вот да бокс просто супер для меня это во-первых огромный подарок во-вторых я так благодарна тому что моя мама пошла на почту без накладной которая должна была быть для ножниц и завалялись эти три посылки от данного магазина и я немного была злая но с другой стороны что злиться все равно это все пришло просто что делают на почте почему нам не приходят оповещения о том что к нам шла какая-то посылка ведь это не маленькая вещь то есть она была еще в коробке это не просто вот она была упакована вот в этот вот бокс там еще была оберточная бумага другая коробка это все немало деньги стоит отправить сюда в Украину вот и ну это не первый раз если честно происходит у нас на этой корпочте но тем не менее все у меня есть все со мной и я этому рада дальше я поставлю бокс на пол что еще пришло вот такие вот капельки для ниточек это органайзер так как я сейчас много буду вышивать и шелком и ручного окрашивания нитями то есть это такие вот капельки на которые навешивается ниточка а сверху продевается кольцо флоссдропс по-английски называется и вот такие вот миленькие пчелки вот на заднем фоне может быть вот так сфокусируется да видите я так рада у меня есть еще есть другие капельки но вот с пчелкой они милейшие мне также отправили еще вещи которые я пока что не собираюсь использовать что-то там опять упало у меня ну ладно это все у меня есть накладные тут цены и так далее так планер стоит холлсейл 41 долларов наверное когда-либо распродажа либо спеццена а так 54,95 но наверное это было в комплекте с другими вещами нет это только это только планер далее у меня идет другая накладная которая именно для квилтинга идет то есть есть тут вот такие вот маленькие детали для того чтобы вам ткань вырезать то есть вы как-то их наверное отмечаете так я не особо разбираюсь в квилтинге но я так подозреваю что это будет ваша ну вот тут есть эти блоки которые для одеялок то есть разных размеров есть большие вот такие вот в зависимости от размера которую вы выберете тут все можно использовать и мне я безумный фанат квилтинга у нас есть квилтовые наболочки есть вот такой вот размер видите и самый маленький у меня упал уже не буду поднимать вот это так же вот еще одно одеялко и дизайн кристалл стаху вот такие вот можно вещи создавать своими руками и швейной машинкой либо вручную даже можно все сшивать тут также ткани рекомендованные есть то есть это схема сейчас я ее открою для того чтобы создать такое вот одеялко либо можно такую же сделать наболочку то есть тут разные есть схемы как это делать я всегда вздыхаю когда это все вижу потому что мне бы тоже хотелось заниматься этим хобби но моя вышивка поглощает все мое свободное время но мне вот такие вот вещи проще купить хотя никто не знает как будет дальнейшем если бы у меня была рукодельная комната у меня об этом стояла сейчас 100% швейная машинка и может быть я об этом что-то даже себе шила у меня есть способности к этому и желание но это очень много объемно и так далее плюс ткани нужно себе разные заказывать из Америки из разных других стран смотрите какая красота это просто прелесть я когда это все вижу я вообще люблю ручную работу обожаю мне нравится все такое вот крафтовое за исключением каких-то вещей допустим какие-то вышибутые вещи я бы не носила опять-таки все зависит от подачи но вот все я бы на себя не надела мне очень нравится и как они фотографии делают это супер профессионально вот также сюда можно вышибки использовать квилт вот я надеюсь вам хорошо все видно если есть у меня фанаты этого хобби я с вам с радостью отправлю данный каталог данный журнал и все что к нему прилагается потому что вы знаете у меня еще очень много будет переездов в моей жизни пока это я все начну если я начну я потом себе это все приобрету в этом же магазине потому что нереально качественно все продумано видите я не знаю можно такое показывать или нет но я думаю что и самая главная фотография это вот последняя у них разные есть одеяла так же там инстаграм тоже с нереальным количеством подписчиков я вам рекомендую просто зайти туда посмотреть и вдохновиться потому что не вышивка единым единый жив человек вышивальца всегда будет со временем поглядывать в другие техники другие какие-то направления в принципе это все что я вам хотела сегодня показать у меня есть еще другие покупки но я разделю на два видео потому что это уже нереально сколько я сегодня наболтала спасибо что провели это время со мной я также вышиваю еще другие вещи но в одно видео все не уместить поэтому буду ждать ваших комментариев я также буду благодарна за все ваши подписки и лайки у меня есть еще инстаграм проходите туда тоже подписывайтесь я рада каждому кто хочет поделиться со мной красотой кто хочет вдохновиться у меня на страничке спасибо вам огромное и до скорых встреч так сейчас я покажу вам работу немного поближе вот надпись которую я вам говорила я практически в конце самым решила вышить ее потому что когда я обрезала схему я вот так вот отрезала и эта схема была у меня вместе с превью отдельно и я про нее забыла и потом я спросила у себя хочу ли я ее вышить я очень рада что я ее вышила потому что она придала какой-то законченности ну и все мои предыдущие работы этой серии романтик они вышиты с подписью не обязательно на сарамон были другие цветочные работы тоже и другие я вышивала с надписями так и покажу вам по остаткам как вы видите очень много ниточек у меня еще есть буду их использовать для каких-то других сюжетов не обязательно ланарты это нитки дмс они всегда пригодятся поэтому я уже вам говорила в другом своем видео что когда у меня бывает вся полностью схема укомплектована одной две ниточки не хватает я тогда в первую очередь обращаюсь к своим остаткам и вам тоже рекомендую потому что даже купить какую-то ниточку нужно заплатить за доставку либо нужно поехать за ней вы знаете это в первую очередь время затратно и всегда мы добавим еще что-то к заказу а так у вас есть выбор и даже можно не попадать супер точно взять что-то очень приближенное поверьте никто у вас эту нитку не заметит если она будет не стопроцентная с той которая должна была быть и так давайте мы посмотрим нашу саруман поближе вернее это если я правильно поняла саруман делала фотографии поправьте меня если я не права потому что я бы хотела тоже узнать больше информации как-то я в сети не нашла вот ну то что я помню вроде бы это есть и так и есть и так наши глазки давайте приближу поскольку это у меня камера телефона и тут вы можете увидеть разные бэкстич два сложения в одно сложение и разный цвет носик тоже вышивался разным бэкстичем очень так красиво получилось и губки ее вроде бы да так кто бы мог подумать черный не черный а темно темно-коричневый цвет но он так смотрится вы знаете эта работа в общем можно так сказать бледная как моль но она настолько смотрится эффектно и стильно и так же она вам не будет надоедать то есть вы практически будете ее не замечать на стене но она будет придавать какой-то законченности стене я обожаю чтобы я обожаю иметь какие-то работы которые не напрягают которые не тяжелые для взгляда вот вроде бы что-то есть но вы проходите мимо но это в общей картине придает законченности вот такая вот моя девочка давайте поближе еще немножко покажу вам на руки бэкстич тут вообще было как-то мне тяжело это наверное моя нет самая моя трудная часть я вам сейчас скажу где вот она вот это вот то есть тут россыпь каких-то цветов они очень похожи друг на друга и нет ничего темного вокруг то есть то есть я уже ориентировалась на вот эти вот вещи так что тут мне через камеру видится ой ну работа просто маленькая но столько мне принесло удовольствие вышивать лонарты потому что эта компания не зря так популярна среди вышивальщиц и колоссальное удовольствие я получила еще хочется ее рассматривать и рассматривать вот листик этот тоже видите как-то так я собиралась заканчивать эту работу осенью и я это сделала хоть что-то я выполняю то что обещаю знаете меня больше подстегивало то что я обещала это сделать на камеру вот если бы я сама себе сказала не знаю была бы она вышита или нет ну красавица скажите вот